Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мучу шел молча, жили на два города, не приехал к нему, потому что не было стабильного дохода, плюс ругались постоянно, осталась кредитами, болезнями, с сыном, алименты не платят, к ребенку не ездят, у меня жизнь остановилась, у него женщина новая, с ребенком машины, дом, вот сейчас смешал с грязью на идеал, я тупо ничтозаство за 6 лет, ничего ему не дала, а теперь я добился всего, хочется добрать малого, которого за 2 года видел 2 раза, мне плохо, и так куча комплексов, я теперь еще не врос, почему так меня ненавидит, как поступить, пригласить все и давать малого в его новую семью, или все-таки разбросил, нужно стоять на своем, не нужны, свободен. Первое, что хочется сказать, это то, что у вас много обиды и злости на вашего мужа. Обиды и злости может быть справедливыми, может быть нет, вот, никто здесь судить вас не будет, по крайней мере не психологи, по крайней мере психологи совершенно точно судить вас не будут. То, что у вас много злости и обиды, это факт, совершеннейший и абсолютнейший факт, то, что у вас много обиды и злости, а также, может быть, зависти к своему мужу. И, удивительным образом, это соотносится, на мой взгляд, с тем, что вы говорите, как он ушел, ваша жизнь остановилась. Мне кажется, мне кажется, что не просто так, ваша жизнь остановилась. Вы для себя, может быть, и не жили никогда. И вы не умеете жить, может быть, для себя. Я, конечно, не знаю, но выглядит пока что все так. То есть, сейчас ваши негативные чувства к своему мужу, зависть, которую вы испытываете к своему мужу, это такая вот проекция того, что вы не жили, не жили сами. Безусловно, уход мужчины – это травма. И с травмой необходимо работать. Это факт, это правда. Но также, правда, и то, что вам необходимо учиться жить своей жизнью, учиться жить для себя. У вас, как вы говорите, куча комплексов. В таком случае, если у вас куча комплексов, на мой взгляд, необходимо с ними работать. Вот с той самой кучей комплексов, о которых вы говорите, нужно работать, да? Чтобы вы ощущали, чтобы вы чувствовали, чтобы вы осознавали и замечали свою собственную ценность. Сейчас, мне кажется, этого не происходит. Сейчас вам, вас смешивают с грязью, как вы говорите, отчасти по той причине, что вы сами, как мне кажется, соглашаетесь с этим. Вы сами соглашаетесь с тем, что вы ничтожество, и что вы своему мужу за 6 лет ничего не дали. И здесь я предлагаю вам, ну, просто вот, может быть, в качестве такого эксперимента, посмотреть на то, почему, почему вы к нему не переехали. Вы не переехали к нему, потому что было что-то, что вас не устраивало. Понимаете? Именно по этой причине вы к нему не переехали. Но это было ваше собственное, собственное решение. Конечно, с другой стороны, вроде бы не переезжая к нему, вроде бы не переезжая к нему, вы все равно с ним не оставались. Как будто бы вы не могли принять решение для себя до конца. То есть, понимаете, какая здесь получается история? Есть история про то, что вроде бы вы к себе прислушиваетесь, но только в самые критические ситуации. Вроде бы вы к себе прислушиваетесь, но только в самые критические моменты. Дойду как-то вот не до конца. Судя по тому, что вы описываете. Понимаете? Вот. Вот какая-то здесь такая история. Обычно подобная модель поведения связана с тем, что человек пытается быть Хорошим. Обычно. Такая модель поведения, она связана именно с этим. Вот. Ну, обычно. 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 Такая модель поведения связана с тем, что человек изо всех своих сил пытается быть хорошим. Он пытается быть хорошим. Он, человек, я имею ввиду, ждет, что его оценят. Он ждет, что его, как бы, полюбят за то, что он собой жертвует. Но этого не происходит. Понимаете? По большому счету, в таком контакте есть постоянные ожидания. Вот. И каковы ваши ожидания? Вот на что мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Понимаете, да? На то, чего вы ждете, на то, чего вы хотите, на то, чем вы руководствуете. И, как я уже сказал, чуть ли не самым главным здесь аспектом является то, что вы не живете, получается, для себя. Вот. Самым важным аспектом здесь является то, что вы обесцениваете себя. Вот. Без мужья я никто, говорите вы. Почему так происходит? Как так происходит? Для чего так происходит? Вот это то, на что вам, на мой взгляд, нужно обращать свое пристальное внимание сейчас. Что касается ребенка, то отец имеет право его видеть. Как вам уже сказали. И вы не можете этому препятствовать. Если вы считаете, что отец может навредить ребенку, то вы можете обсудить это с юристами, но не с психологами. Психологи вам в этом не помогут. Потому что психологи не юристы. Это очень важно. Очень важно это понимать. Вот. Вот примерно такая, как мне кажется, история. Примерно на данный аспект вам имеет смысл обратиться не надо. Вот. Еще вы говорите о том, что много с мужем ругались. Из-за чего? Какой ваш вклад? То, что вы ругались. Ведь наверняка вы понимаете, вы отдаете себе, я надеюсь, отсчет, что без вашего участия ссора была бы невозможна. Конфликты были бы невозможны. Вот. Понимаете, да? Поэтому ни в коем случае не пытаюсь кого-то оправдать. Мне просто хочется, чтобы вы увидели картинку целиком. Мне хочется, чтобы вы видели ее, так, максимально полную. А сейчас вы видите ее, на мой взгляд, через призму обид, через призму ожиданий к мужу, через призму, ну скажем так, конфликтов. С мужем, опять же. Вот. И, возможно, возможно, сейчас это для вас единственный выход, но вы почему-то смениваетесь. Даже, даже в этой ситуации вы смениваетесь. Понимаете, какая штука. То есть даже вот в этой ситуации, после того, как ваш муж, я так понимаю, бывший муж смешал вас в грязи, по вашим же словам, вы как будто бы сомневаетесь, что вам делать. И спрашиваете, собственно говоря, нас, что делать, как поступить и так далее. Вот. А на плюс здесь, на мой взгляд, такой. Какая, собственно говоря, у вас цель? Поступать нужно, исходя из какой-то цели. Если есть цель, то понятно, как поступать. Если цели нет, как поступать тоже непонятно. Цель формируется из ценностей и желаний человека, а также из его системы приоритетов. Которых, на мой взгляд, у вас не то чтобы нет. Система приоритетов у вас не до конца структурирована. Я бы, в первую очередь, обратил бы на это. Вот тоже внимание. Цель мне важна на первом месте, что-то мне важно на втором месте и так далее. Вот. Я как-то, исходя из этого, выстраиваю свою модель поведения. А то сейчас, с учетом того, что цели у вас нет, вам, конечно же, сложно определиться, что делать. Вот. Знаете? То есть, в целом, это вот история про, на мой взгляд, по крайней мере, про такое вот, ну, можно сказать, тотальное обращение вовне. Вот. Жить для других. Жить на мой взгляд. А он, в смысле муж, не оценил того, что вы для него сделали. Ну, вероятно, он и не мог этого оценить. Потому что на более глубоком уровне ваша позиция, она, как бы, призвана доказывать. Я покажу тебе, что я хороший. И, на мой взгляд, сильнейшую боль вам причиняет именно то, что доказать, что вы хороший, у вас не вышло. Он странно ушел. Хотя, вы к нему так и не приехали. Потому что у него не было стабильного дохода. И, мне кажется, что вы не должны были приезжать, переезжать к нему. Вот мне очень хочется, чтобы вы как-то опёрлись, что ли, на эту позицию. Мне хочется, чтобы вы как-то вспомнили. Да? Почему я не переехала? Что для меня было важно, когда я, ну, отказалась переезжать? Здесь, наверное, уже было для вас что-то ваше. Правильно? Вот. Скорее всего. Скорее всего было. Сейчас это забылось, потому что у вас появились новые, так скажем, раздражающие факторы. Но мне кажется, что по такому же принципу вы можете забывать многие важные моменты для себя. Вот. Понимаете, да? Что я пытаюсь вам сейчас сказать. Так что, конечно, к вам много сочувствия. Конечно, очень жаль, что вы оказались в такой ситуации. Вот. Но вы оказались в ней, потому что стали быть хорошими. Потому что надеялись и ожидали вероятно, что муж вас наконец-то оценит. Наконец-то поймёт, что рядом с ним. А он всё не понимал. И не понимал. И не понимал. И не понимал. Он так и не понял. Вот. А когда ты пытаешься что-то доказать, ну, кому что, это уже весьма плохо для понимания, когда ты пытаешься кому-то что-то доносить. Это уже весьма плохо для коммуникации. Потому что тот, кто пытается что-то доказать, он уже как бы ставит себя как бы ниже того, кому он пытается доказать. А на того, кому он пытается доказать, он смотрит уже снизу вверх. Вот получается такая достаточно, как мне кажется, порочная структура, порочная модель поведения, которую вы оказали. Вот. Понятно, что ваш ребёнок в данном случае, скорее всего, будет использоваться как некий такой рычаг давления на вас. И способ самоутвердиться. Вот. И на мой взгляд, именно поэтому так важно, чтобы вы обратились к психологу и начали свою психотерапию, чтобы встать на ноги. Вот. Чтобы встать на ноги достаточно, скажем так, крепко. Вот. Чтобы никто, включая вашего мужа, не смог бы вас, например, у кого-то. чтобы работать с комплексами, но не поднять самооценку, мне кажется, не совсем корректно. чтобы говорить о том, чтобы её поднимать именно, самооценку опускать. Ну, чтобы у вас было такое, знаете, максимально адекватное восприятие себя, что называется. борьба за выживание. Чтобы это было не постоянно, что называется, борьба за выживание. как это происходит у вас сейчас. Собственно, то, что вы делаете, это очень похоже на борьбу за выживание. Вот это очень становится круто. Как бы не надо. Так. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи, сил для преодоления этой непростой ситуации. Буду благодарен вам за обратную связь на мой ответ. Это очень важно, чтобы обратная связь как-то вот была, чтобы вы сформулировали для себя. грубо говоря, какие-то вот постулаты, какие-то тезисы, чтобы вы могли как-то вот разложить то, что с вами сейчас происходит. Чтобы вы могли разобраться с тем, что с вами сейчас происходит. Чтобы вы не терялись в том, что с вами сейчас происходит. Понимаешь, да? Чтобы вас это не стопило, как топит сейчас. Чтобы не было ощущение, что, знаете, вот, навалилось всё сразу. Чтобы вы нашли, чтобы вы, по крайней мере, старались смотреть на происходящее. Ну, более критически, вот, с определением своей роли и своего вклада. Что? Что? Что происходит? Чтобы не было такого, что вот только мужчина, вот только он всё, вот, всё сделал всё это из-за него. Вот. Не в том смысле, чтобы обвинить вас, а в том смысле, что вы и вы сами видели, какой лично вы склад. Понимаете? Я надеюсь, что я имею в виду. Вот. Вам будет нелегко, и какие-то вопросы придётся решать через юристов, безусловно. Вот. Я бы сказал, что это то, с чем, на мой взгляд, вы справитесь. Вот. Я бы сказал, что это то, что вы можете пройти. Вот. Я не думаю, что для вас это какое-то такое вот невыполнимое, что решить, что лучше для ребёнка можете в общем и целом только вы. Вот. Никто больше. И это нормально. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью и поддержкой. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Продолжение следует...